всем привет дорогие друзья вы на канале эти доктор наверняка вы замечали когда мы создаем документ у нас язык здесь стоит по умолчанию и n мы его меняли на ru в принципе это такие довольно логичные обозначения то есть не трудно догадаться какой код у определенной страны но иногда конечно возникают ситуации выставить здесь какую-то другую страну из не очень знакомых нам не очень популярных и для таких ситуаций есть специальная таблица с кодами всех стран вы видите здесь американский английский и nus и так далее довольно большая табличка для всех стран все эти сокращения которые конечно же не факт что вы знаете вы можете смотреть их здесь если вдруг у вас возникает такая ситуация эти таблички я приложу в описании под видео вы сможете взять их и пользоваться если конечно у вас возникает ситуация или же может возникнуть когда-либо если вам нужно указать какую-то незнакомую вам страну вы делаете например сайт на заказ то вам может понадобиться эта таблица либо это иногда применяется еще в языках программирования но об этом мы будем разговаривать в других видео курсах в принципе на этом у меня все такой короткий экскурс по такой вот таблице вы просто должны знать что она существует и где ее взять для того чтобы при необходимости быстро найти к ней доступ и использовать необходимые вам элементы поэтому переходите дальше смотрите следующие видео уроки они будут очень интересные мы скоро будем переходить к изучению css очень подробный видео курс будет а на этом у меня все не забывайте подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии и услышимся в следующих видео